Далее фильм-киностудия Любительный мир по ту сторону телевизионного экрана Увлек Александра Мазаева 14 лет назад Так появилась любительская киностудия Морфон Фильм Первый официальный фильм получил название «Пленник трех планет» Следом родились победа за нами в новостном жанре И звезду зажигает Орленок Мюзикл О звезде разговор о теле Эта лента стала первой значимой вершиной творчества Александра Он начал работать вожатым В неменитом всероссийском детском центре Орленок, Артек и Сириус И был настолько впечатлен атмосферой центра Ритмом его жизни Что вместе со своими воспитанниками Прямо в Орленке приступил к созданию фильма И вышло очень хорошо В трудовых буднях появился еще один вопрос Как получить объемное звучание Широкоформатное изображение Пришлось тщательно изучать азы съемки 3D-картинки Но все-таки Александру больше нравилось И нравится снимать вживую Пусть это не дает большого простора компьютерному творчеству Зато, чтобы показать переживания людей Их отношениям нужен настоящий талант Поэтому огромное внимание Александр уделяет сценарию Детально придумывает персонажей сюжет Когда сценарий готов Начинается не менее сложная работа Поиск подходящих актеров И работа с ними Ведь одна из главных задач режиссера в том Чтобы объяснить своим подопечным суть их роли Буквально на пальцах Показать Что, как и когда нужно делать Не зря же актеры часто сравнивают с инструментами Благодаря которым режиссер создает свой шедевр Затем идут съемки А потом монтаж Иной раз очень сложно кромсать и готовый фильм Но всегда есть лишние эпизоды Которые нужно вырезать Это Александр тоже взял на себя Как вы поняли Александр и режиссер, и оператор, и монтажер своих фильмов Но в то же время полноценное творчество рождается именно в коллективе Без пресловутого мозгового штурма обойтись трудно Поэтому творческого молодого человека неотделимо от детворы Фильм рождается в Липецке и в других городах Но главная работа все же приходит на базе Всероссийского детского центра Там были сняты несколько десятков коронетражных роликов и клипов И здесь есть чем гордиться Например, ребята сняли свою версию киноновеллы На вождение из знаменитой Коперации И Но изобретателей не студенты вуза А отдыхающие в загородном лагере Вообще, Александр очень гордится своими воспитанниками Они все схватывают на лету и всегда готовы к работе Иногда, конечно, устают Но ради творчества стараются Отыгрывая роль на отличную Если нужно, и поют, и танцуют В такой хоть и напряженной натурской рабочей атмосфере Снялась треология «Звезду зажигает ирленок» Кстати, в этих картинах участвовали юные певцы Ивета Владимировна и шел «Голос детям» Вообще, у Александра много постоянных актеров Живущих в разных городах нашей страны Есть и Липецкий, сестра Соня Мазаева Хоть сегодня детское кино не пользуется большим спросом Александра и его актеры Это не останавливает Наоборот, лишь подстегивает К более продуктивному творчеству Ведь тенденции Можно переломить Если создавать качественный контент Особенно хорошо в том, помогают всероссийские и международные фестивали Кино Например, «Мир глазами детей», «Старом осколе», «Свет миру», «Ярославль», «Липецкий», «Весенняя копель» и «30 кадров» Для любого создателя кино очень важна Возможность посмотреть и оценить работы коллег И, конечно, мастер-классы, которые проводят именитые актеры Александр старается давать своим воспитанникам как можно больше практических занятий Постоянно говорит, чтобы они всегда и везде носили с собой фотоаппарат И ловили интересные кадры в разных местах А что нет времени на отдых, не беда Еще Конфуц заметил, что отдых – это перемена видов деятельности Александр Мазаев готовит кино для фестиваля Фильм называется «Звездная принцесса. Путь к славе» Это короткометражный фильм Сюжет фильма Анна, актриса Софья Мазаева, режиссер театра киностудии «Морганфильм» Готовит спектакль Со всеми созванивается, договаривается Ее начинает обвинять в плагиате один из конкурентов Александр Мазаев И об этом сразу узнает директор киностудии Андрей Межликин Героев в кадре не встречаются, а только через мобильную связь Таким образом, режиссер хотел показать, что теперь люди общаются не лично, а через технику, интернет и сотовую связь Режиссер фильма рассказал о том, как создавался фильм Фильм готовится специально для участия в российских кинофестивалях Сюжет придуман еще летом 2017 года Он был черновой С декабря месяца шлифовал его Когда писал, сразу знал, кто на какие роли пойдет Но очень боялся, что не все согласятся Ведь персонажи писались именно для них Когда согласился Андрей Ильич Я подумал, наконец-то хороший проект получается Что актеру понравился сценарий Фильм снимали максимально по времени Несколько дублей на каждый эпизод Попросил принять участие актера в кино Андрея Межликина и Вадима Руденко Андрей Ильич много дал очень важных советов по съемке фильма Съемки проходили интересно Снимали серьезный фильм Но на съемках было легко Актерам понравился сценарий Не все его видели полностью Только главные герои фильма Андрей Ильич просил ему отправить фильм А там он решил, что с ним делать дальше Рассказал режиссер Александр Мазаев Фильмы также снялись Софья Мазаева, Юлия Новикова, Валерия Канатова, Алина Светлакова Актеры работали за идею Так как фильм не имеет бюджета Проект некоммерческий Этот фильм вы снимали частично в Москве Частично в Вильпусске Сказал Александр Мазаев Несколько месяцев ушло на написание сценарий Еще несколько на съемке Сейчас идет монтаж Готовую работу можно увидеть в группе «Мангофильм» В соцсети ВКонтакте и на Кинопольске Александру посуществилось принять участие В ряде федеральных проектов Тимо поработал на своем ученом площадке И на телепередаче «Вечерний орган» Снялся в сериале «Гости из прошлого» Миша Парзусел Также участвовал зрителям в проектах Первого канала Снялся в репортажах передачи «Доброе утро» И сыграл в высшей лиге КВН и премьер-лиге КВН Александр стал героем рубрики «Стрижем на первом» В шоу «Вечерний орган» В вышедшем в эфире накладного По традиции в рубрике была заготовлена рулетка С вариантами причесок Там были борцы за свободу в честь выхода из самоизоляции Но оказалось, авторы передачи подшутили над ним И выборов у него не было А вдовеса подарили сертификат и виниловую пластинку с песнями музыканта Мечтать, конечно, хорошо А еще лучше идти к своей мечте Александр Мазай доказал, что своим упорством можно добиться некоторых результатов и выйти на звездный путь Думаю, будь он любителем без таланта Думаю, будь он любителем без таланта, то звезды нашего кино не согласились бы принять участие в его короткометражном фильме и нашей передаче Я желаю ему удачи, терпения, упорства Если он не опустит руки, сможет добиться еще большего А вам я хочу сказать Мечтайте и дерзайте У вас все получится